В Чубоксарах завершился юбилейный 100-й чемпионат России. Под занавес соревнований Марина Максимова принесла в копилку сборной Чувашии третью по счету награду. Она завоевала бронзовую медаль в беге на 200 метров. Выступая в первый день соревнований, подопечная тренера Сергея Смирнова квалифицировалась в финал с четвертым результатом в спринте на 100 метров. В беге на 200 выложилась по полной. Время 23,44 секунды. Параллельным зачетом Марина представляет Нижегородскую область. Таким образом, по итогам четырехдневной борьбы в легкоатлетических секторах и беговых дорожках, хозяевам соревнований удалось завоевать три медали. Это золото Анжелики Сидоровой в прыжках с шестом, серебро Веры Васильевой в беге на 800 метров и бронза Марины Максимовой на дистанции 200 метров. Главный тренер Юрий Борзаковский о самых ярких моментах спортивного праздника. На мой взгляд, сами яркие моменты этого чемпионата, это, конечно, марш в воскресенье с прыжком на 2 метра и попытками преодолеть высоту 2,08. Были очень хорошие попытки. Я думаю, что со временем Маши горится эта высота. Миша Акименко с прыжком на 2,33. Конечно, очень жаль, что у Миши нет допуска, потому что он бы составл серьезную конкуренцию всем прыгунам высоты на мировом уровне. Конечно, потрясающий прыжок Анжелики Сидоровой на 4,86. Это было нечто. Третья попытка, ну, стоит оценить. Даша Клишина, 6,82. Это тоже высота. Потрясающая попытка. И сегодня Дима Сорокин с результатом 17,31. С выполнением не только нормативный чемпионат мира, хотя он у него уже был, но это и нормативный олимпийский игрок. Потрясающая борьба была, хоть и не везде были такие высокие результаты, но, тем не менее, борьба была. Во время чемпионата пришла хорошая новость. Российские спортсмены будут принимать участие в 32-й летней Олимпиаде в 2020 году в Токио под своим флагом. Такое решение принято на заседании Международного олимпийского комитета. А это значит, что тренировки продолжатся с удвоенной силой. И еще очередной 101-й чемпионат, возможно, тоже пройдет в Чебоксарах. Об этом заявил главный тренер сборной страны. Сейчас это право оспаривают два города – наша столица и Казань.